Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Вы знаете, что у нас кануне большой праздник, День Победы, мы с вами будем отмечать 79-ю годовщину с момента разгрома фашистской Германии. Сегодня мы с вами открываем сегодняшний днём, сегодняшний час, сегодняшний спектакль. Мы открываем в ряду всех тех мероприятий, которые у нас будут проходить на территории в селе 3 дня. И завтра, и послезавтра, седьмого, восьмого, девятого мы обязательно ко всем памятникам Великой Отечественной войны по лучшим цветам, значит, традиционно поедем к участникам Великой Отечественной войны. У нас на территории 3 человека, которые мы поим и поздравим. Обязательно это будет музыкальное сопровождение, песни, посвященные Великой Отечественной войне. Расскажем, чтобы соседи знали, кто проживает в этой квартире, кто проживает в этом доме, для чего это всё нужно. И сегодня и спектакль будет посвященный Великой Отечественной войне. Это для того, чтобы мы с вами не забывали историю. Есть очень плохие примеры, когда люди забывают историю. Я сам был свидетелем, когда у нас, скажем, развалился Советский Союз. И в это время я ещё находился в Украине. И начали с первого же года переписывать всю историю, которая была до этого. И то, что сегодня происходит в Украине, это как раз есть, наверное, то, что люди выросли, а сегодня это уже, скажем, 34 года. Это как раз то поколение, которое выросло на новой истории, где история была переписана, где люди, скажем, ваше поколение, ребята, точно не знают, как проходила Великая Отечественная война, что такое Великая Отечественная война, кто с кем воевал, за что воевали. И когда люди не помнят свою историю, мы видим, чему это всё проводит. И мы сегодня проводим все эти мероприятия для того, чтобы мы с вами знали, что такое Великая Отечественная война, чтобы с поколением в поколение мы передавали дачи. И, скажем, чтобы мы понимали, почему это произошло, что может быть, когда начинается война, и какое море война вообще приносит всем людям, которые здесь на земном шаре. Сегодня этот испытатель, который мы с вами станем свидетелем, он впервые, он, скажем, будет поставлен всеми нашими группами, то есть это работники нашей культуры. И надеюсь, что это будет ещё какой-то дополнительный момент. Я хотел бы сказать огромное-огромное спасибо всем тем, кто работал над этим испытанием, потому что знаю, что каждый из вас сегодня прочувствуется и увидит как раз то, что такое Великая Отечественная война. Как в эту Великую Отечественную войну в то время жили люди, как жили и работали наши женщины. Хочу вас поздравить с наступающим праздником. Этот праздник действительно очень великий. Хочу вас поздравить с наступающим праздником. 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 Здравствуй, Ольга. Здравствуй, Ольга. Ты пришла, Ольга. Тебя, Ольга. Нет, Ольга. Тебя, Ольга. Тебя, Ольга. Тебя, Ольга. А ты постарайся, Ольга. А ты постарайся вспомни. Тебя, Ольга. Тебя, Ольга. Когда я была маленькой, в дни жадного меня приводили сюда за руку и сажали где-нибудь в окно. Мне оставляли ломать клево, чтобы я не плакала, а когда-то подросла, я прибегала сюда стеречь поселок, когда-то была в страну Касмаху-Никчичку. Басановой дочке Патерапана, деда моего усказили за долги мамы, так не повел их по нашим роду. И хотя, когда не носила я желтого платья, выросла приветная девочка и любила смотреть на своих детей. Идешь и поглядываешь, словно в зеркало любуешься, чудная была, ей-богу. Лет 17 мне было, когда я на жадному встречалась в Ангелии. Я и сейчас, за кругом глазах, и точно, точно вижу я вот такие, каким он был когда-то, молодой еще. Лет 19, я и сейчас вспоминаю и плачу, почему. Разве не удалась наша жизнь, как, как мы мечтали? Удалась. Мы с оранкулов жизнь нашу своим руками сделали. Трудились и тьме, ни лета, ни зимой, и с рук не выпускали. Много труда ушло. Дом осталось, с которым кое-каким он завелился. Словом, стали жить ко мне. А самое великое, сыновья у нас родились. Трое, один за другим, как-то подбор, косым, масолбе и джерна. Приняшло. Сыновья как-то незаметно дружно поднялись. Словно копаял огонь. Каждый стал выбирать свой парень. Косым пошел по акцовскому пути. Стал культуралистом. А на салубе, закончив школу, сразу по этому городу учиться. Учитель решил стать. А младший, наверное, стал колпозный секретарем Косовского. А самое главное, было женить пока сын, на молодой девушке аниматой. Невеста попалась при горе, красивой, пропорной. Я тогда сразу полюбила ее. Увольно она уже не шанс. И жили бы так, если бы не война, проклятая. Возьми себя в руки, троганай. А что мне остается делать? Постарайся. Никогда не забуду. Ту минуту, тот час и тот день. Когда для всей нашей великой, огромной страны Началась новая жизнь. Жизнь войны. Сегодня, 22 июня, в 5 часа утра, в первом объявлении войны, германские войска напали на нашу страну. Время 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 войска напали на нашу страну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама! 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 Померка! Пришла! Косы! Я знала, что когда-нибудь это случится, но, услышав эту весть, ноги мои подкоснились. Так ушел на войну, был первый сын Косын. А днем позже пришла телеграмма от Масалвена из Новосибирска, где он учился. Он тоже уезжал на фронт, но сообщал, что будет проезжать мимо, и просил встретить его. Такая радость обуяла меня, побежала домой сама, не понимая, что к чему. Я знаю только одно, что Масалбек просит приехать на станцию, что Масалбек просит увидеться. Бегу по улице и разговариваю сама с собой, как ненормально. Что ж, значит, просит, да я, сынок мой, тысячу вез пешком, буду бежать к тебе, как на крыльярды лечу. Прибежала домой, наспех, всякой съедей надела, мясо наварила. Ритмы Салбек-то там хоть и не один, а стола расчет. Пусть угостит ее, домашний стремнет, уложила все перемет и кужу. И в тот же день мы с Алимак выехали на станцию. Алимак выехали на станцию. Алимак выехали на станцию. Скажите, поезд еще не проходил? Какого ожидаете? Вот телеграмма от сына. Ваш сын едет воинским эшелоном. А какой эшелон и когда будет проходить по станции, неизвестно. А если не опоздать, то должен сегодня ночью, а может завтра прийти. А может, он уже прошел эшелон. Сколько их сейчас этих шмотов по станции туда-сюда пробегает. Несколько не останавливается даже. На тренинги пролетает. Эх, война, война. Все перевернуло весь. Верно. На ух. Да что же, встали от заведу. Идите на станцию. Там комнаты ведь не ожидаешь. Сидите там. А когда поезд проходить будет, вы проходите сначала. Иного жить сюда нет. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. До самого рассвета. Мы с лиманом не присели. Все бегали взяты вперед Доль эшелона. Перед рассветом, Когда была вдруг стих, На станцию прибыл С запада еще Невиданный нами эшелон. Все вагоны обгорелы С сорванными крышами, С выбитыми дверями. Во всем эшелоне Ни живой души. В пустых вагонах Тишина, как на кладбище. Пахло дымом, Горелым железом, Обугленными досками И краской. Я смотрела на этот эшелон И думала о тех, Кто ехал в этих вагонах, Кто в дыму, Криках и пламени Расстался с жизнью. А тех, кому оторвало руки И ноги, Кто оглох И ослеп Наверное. А ведь эти бомбы Только от голоса Войны. Что же тогда Сама Она Настало утром, Пора было поезжать, Сема душа ей кончилась. А что, если Мазалвет Еще не проезжал? Тогда там Столько времени ждали, Разве не обидно были? По-всякому думали, Решались ли мамы, Но уехав Не по-сумею. Эх, Вот бы, сынок мой, Как солнышко Из-за тучи Появился бы на глазах Вот разок. Мама, мама, Алиман, Алиман, мамочка! Мама, мама, Относenter! Мама, came to me! Не остановится! Но я с None Владиславом Не остановится! Мама! 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 Продолжение следует... 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 В последние дни частенько и джайнахы стали вызывать военные команды. Не его одного, а многих ребят, обучая ледка военному строну. Но это было дело привычное, и я не очень-то переживала. Но однажды он вернулся рану на другой день. Сказал, что еще денек разрешили погулять дома, что в следующий раз задержат подошву. Чтобы я не переживал, а я не поверил. Нет, чтоб догадаться, ведь он как-то странно вел себя, как-то делал, словно в дальний раз собирался. А я не подумал ни о чем, ни домыслил. А джайнахы шел на войну по комсомольскому призыву. И узнали мы об этом, когда мы уже в пути письмо прислали товарища со станции. Мамы и алима, прошу вас прощения за то, что молча ушел. Так легче отрубить одним разом. Я хотел, чтобы вы меньше переживали, чтобы сразу узнали о моем решении, и узнав, примирились, согласились со мной. Женнах, послушай меня. Пусть тебя не мучит солнце, не в обиде. Нет, я ищу тогда прости на тебя. Женнах, сынок, вы младший. Думаешь, я не понимаю, почему ты ушел, не сказав мне об этом? Почему ты оставил меня одну? Почему ты оставил юность, молодость, жизнь свою будущую? Не смог ты смотреть на наши страдания. А вот и ушел. Ты давно погиб. Простой. Безисто. Эх, что теперь говорить? С словами не поможешь. Сколько людей погубила война. Никогда не забуду тот день, когда меня срочно вызвали в сельсовет. Там мы и узнали эти страшные вести. Погиб в наступлении под Москвой косы Суванкулов. Погиб в большом наступлении под Гельцом Суванкулов. Погиб в Гельцомлайн agile. П Martha. П飲ка – Мать, из земля, почему не падают горы? Почему не разливаются озерами, когда гибнут такие люди, как собакок и козлы? Оба они, отец и сын, были великими хлебородами. Мир извечно держится на таких людях. Они его кормят, боят, а в войну они его защищают. Они первые становятся воинами. И если бы не война, сколько дел еще сделают собаку козы? Сколько людей одарили плодами своего труда, сколько бы еще болей засеяли. Сколько еще зерна намолотили бы. И сами, стоимостью вознагражденная трудами других, сколько бы еще радостей жизни увидели бы. Скажи, мать, земля, скажи правду. Могут ли люди жить без войны? Ты задала трудный вопрос, Толганадий. Были народы, бесследно исчезнувшие в веках. Были города, сожженные огнем и засыпанные песками. Были в веках, когда я мечтал увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди задевали войны, я говорила им, Остановитесь, не проливайте кровь. Я и сейчас повторяю. Эй, люди! За горами, за морями. Эй, люди! Живущие на белом свете! Что вам нужно? Все ли? Вот я, за меня. Я для всех вас одинаковая. Вы все для меня равны. Не нужны мне ваши раздоры. Мне нужна ваша дружба. Ваш труд. Бросьте в борозду одно зерно, И я дам вам сто зерен. Подгните прудик, И я выращу вам чиналок. Вы посадите сам. И я как ты, при у вас складах, Разведите скоб. И я буду травой. Стройте дома. И я буду стеной. Кладитесь. Умножайтесь. Я для всех вас стану прекрасным жилищем. Я бесконечна. Я безгранична. Я высока и глубока. Меня на всех хватит сполнать. А ты только на спрашиваешь, Могут ли люди жить без войны. Это не от меня. От вас людей зависит. От вашей воли. И раду вас. Как подумать? Земля над нами. Ведь самых лучших тружеников твоих, Самых лучших мастеров, Убивают война. А я не согласна с этим. Всей жизнью своей не согласна. А ты думаешь, я не страдаю долганатами? Нет. Я очень страдаю. Я очень достую по крестьянским рукам. Я вечно облагиваю детей своих хлебородов. Мне всегда не хватает Саванкула, Костыма, Джайнаха И всех погибших солдат. Когда я остаюсь кипахами, Когда они вам остаются решатые, Отливания обмолочены, Я зову их. Где вы, Моисейте? Где вы, мои пахы? Станьте, дети моих хлебородов. Придите, Отзовитесь, Помогите мне. Садыхаюсь я, Умираю. Если бы тогда пришел Саванкул с петленем в руках, Если бы то сын привел свой тамбай, Если бы Жальнах Пригнал свою ричку, Но они Не откликаются. Спасибо тебе, Зима Анатолия. Значит, Ты тяплую пастулю свою, Как у меня. Так же обмакиваешься, Как и я. Спасибо тебе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Душа, Мы не хотели делиться с войной и тех. Да что склевать, Были такие люди. Они тоже пытались урвать От нашего путька. В те дни я крепко призадумалась Над нашей жизнью. На трудовни мы ничего не получаем. То, что было от прежней запаса, Давно съели. Как быть? Помню, пойду. Разойтись куда-то на зал иди. Нет. Это значит потерять себя. А как же быть дальше? Хорошо дотягивать до озера. Перебьем всю зиму. А дальше? Опять же весна. И опять придется заставлять Работать полуголодных, Ослабевших людей. И не работать нельзя. Во всяком вздумывая, Начальность палатки. И осенела меня мысль такая, Распахать зал. Была у нас небольшая она ошибка, С тем, чтобы потом Поделить урожай по себе. Наскопки вроде бы все подержали. Но когда снова с деда Становилось трудно. И даже страшно. Особенно страшно становилось мне, Когда из дворов выбегали Многоветные матери И проклинали все на свете. И вольну, И жизнь такую. И детей, И колхоз, И меня. Иллюзия. Нормально. Ослабевшиеика. И весна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я понимала, что люди отдавали свое последнее, и все-таки набрала. Высыпала по горсточке в мешки, и так обходилась бричка двору. Земля набралась два больших мешка, все было готово, и семена, и пашни. Все получалось так, как я задумала, но я и подумала, и могла, что может случиться с собранными мной в семинаре. Продолжение следует... Дети есть дети. Думаю, смотри, парень, получишь у меня нагоняю. Отправилась его искать. Смотрю, бричка с баранами перевернута на пол. Я бегу другому никому. Эй! Ребята! 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 Я сразу его признала, да как было не признать свою лошадь, собрасывая инопольца. По помешке узнала, по белым чулкам на задних ногах, и тогда я крикнула, стой! Я знаю тебя! Ты Дженшин Кул? Ты Дженшин Кул! Теперь ты от меня не уйдешь! Стой! Метри провалялась в постели, спину не отпускала, и сейчас, когда не погодит, ловит порой. Где немногие приходили наведать меня, справиться с здоровьем. Спасибо за это людям! Но больше всего спасибо за то, что никто не укорил меня, никто не напомнил, будто ничего и не случилось. Как вспомнил, что труды наши пропали давно, что башни осталось не засельное, а зерно, которое я оторвала от плачущих детей, стало добычей этих подлых бандитов. Такая горечь жгла душу, что в глазах меркло. Да, Торгана, не только ты, но и я, земля, чувствовала эту волю, то пустое воле соднило всю лень, как сияющая радость. Долго не утихала бой. Самые страшные рамы наносятся мне тогда, когда поля остаются незасеянными, а сколько полей остались бесплодных и заваленных. Самый страшный враг мой тот, кто начинает войну. Да, мать земля, все это так. Не об этом ли писал мой сын Масалбек? Ты помнишь, земля, письмо Масалбек? Помню, Торгана. Да, мы с тобой все помним. Сегодня день поминовений. Сегодня мы снова все вспомним. Вспомним, Торгана. Ведь Масалбек был не только твоим сыном. Он и мой сын, сын земли. Повтори мне его письмо, Торгана. Понимаешь? Мама пройдет выгодку, и ты поймешь меня. Убедишься, что я сделал правду. И все-таки хотят и поймешь. Где-то в глубине твоего сердца осталось невысказанное мне слово. Масалбек, сынок, да просто выйти из этого светлого мира. Зачем я тебя не научу? Зачем растил? Да, мама, ты мать, ты правильно спросишь меня. А я сейчас могу сказать, что не мы выпросили себе эту войну, и не мы ее задеяли. Это огромная беда всех нас, всех людей. И мы должны сокрушить, уничтожить это чудовище. Если мы это сделаем, то недостойны будем имени человека. Через час я буду выполнять задания Родины. Вряд ли я вернусь сегодня уже. Это мне последнее письмо. Это мои последние слова. Мама, простите меня за горе, которое я прошу тебе. Но вот ты пойми, мама, это не безрассудная жертва на сне. Я иду по своей воле. И вупрежу тебе. Прости меня, мама. Я иду по своей воле. Безбрачья. Твой сын с авантоловом мысалбин. Фронт. 9 марта 1943 года. 12 часов ночи. Так я лишилась и своего среднего сына, осталась мне только шамкаю. А мне осталось имя его-то угарать, да его родина. Народу остались словами его, они его земли. Ты право, мать земля. Письмо Масалбеку Всевсоветов прислали его молчанам вместе со своим письмом. Они писали, что никогда не забудут своего товарища и будут гордиться его подвигом. И Родина будет жить с его подвигом. Но ничто, никакая слава не может возместить мне его живого. Пусть просят любую мать, никакая мать не мечтает о такой славы. Матери рождали детей для жизни, для простого счастья. Я всегда буду помнить ту весну, когда пришла победа. Я всегда буду помнить тот день, когда вы, люди, встречали солдат стронтов. Но я до сих пор не могу сказаться, чего было больше – радость или боль. Поехали! Родина будет «ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-аау-ау!» Родина будет стоять. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка на окраине моего. Конные не слезали сёгив. Пешие поднялись на пригорах по урыках. Мальчишки скарабкались на деревьях. И все смотрели на дорогу и жгали. Каждый спрашивал себя, кто был мальчиком, а кто не. Вдруг один мальчишка с дерева крикнул, «Иду! Солдаты, иду!» И все напряглись, наделились, как струны к амузам. А потом все разом глупо повторили. «Иду!» И снова тихо, очень тихо. На большинке показалась бричка. Она резво катилась по дороге, остановилась на развилке. С брички соскатил солдат. Он взял свою жены, в вещевом мешок. Распрощавшись с возницей, зашагал в нашу сторону. Никто из нас не проронил ни слова. Все молчали и удивлённо смотрели на дорогу, по которой шёл всего лишь один солдат. Он приближался, но никто из нас не тронулся с места. На лицах людей застыло недоумение. Мы все ещё ждали какого-то чуда. Мы не верили своим глазам, потому что мы ожидали не одного, а многих. Солдат отходил всё ближе и ближе. Потом остановился в нерешительности, тоже арабел, увидев на окраине Аида безмолвную толпу людей. Он, наверное, подумал, кто эти люди. Почему они молчат? Почему стоят, как опытные? Может быть, они кого-то ждут? Солдат раза два облинулся на дорогу, но на них, кроме него, не было ни духи. «Это мой брат! Ошелый!» Из сторонов с головы косынку она бросилась к нему со всех ног. Бог её знал. Как она его узнала? Только её хрик, как выстрел, вывел нас из оцепенения. И какая-то могучая сила подхватила всех нас и понесла, как на крыльях. Сказала без жарных солдатам, что мы несли с собой всю свою жизнь. Всё пережитое и выстрадуно. Наша бессонная ночь и наши муки ожидали. Наши сядые волосы и наших постаревших девушек, Наших вдох и сирот, наши стоны и слёзы, наше мужество несли мы солдату-победителю жизни. И он вдруг понял, что это встречает, его тоже побежал на повстречу. Конная первая доскакала до солдат, на лету подхватив его шинель и вещевой мешок, А самого взяли за руки с двух сторон. О, Победа! Как долго ждали мы тебя! Здравствуй, Победа! Здравствуй! Прости наши звёзды! Прости мою невестку Лиман за то, что она билась головой на груди ошираны, И спрашивала его, треща за плечи, где? Где мой косы? Прости всех нас, Победа! Сколько жертв мы принесли ради тебя! Прости! Прости за наш крик! Где все? Где он? Когда вернутся те другие? Прости, солдата ошираны, за то, что он отвечал нам всем! Вернутся! Вернутся! Родные мои! Все вернутся! Скоро вернутся! Завтра вернутся! Прости! 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 Обнимали, целуя, оширалы, я думала в те минуты о чайнахе. А отца убери, от пустыми, отца ванками, из них никто же не вернется. Прости. Победа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в речку, которую ему немедленно точно выехали в больницу. Он, как разбитый осенним дорогам, эта тёмная, проклятая ночь, а Деван, милый, судорожно кричал, а потом там сразу закричал и закричал. Алиман! Алиман! Какой же ты несчастный родился, с первым криком своим распрощался с матерью, а ведь жизнь не совсем погибла, остался росточек. Но оставь живы хоть этого, не дай ему умереть. Мамочка! 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 Ма! Мамочка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так и началась новая жизнь, всякая и веселая, но приходилось не показывать вновь свою славену. Никого у него не осталось, кроме меня. Может, потому и я уже, что он уже стал сожжен. Теперь ему уже двенадцать лет. А одним летом случай был интересный. Бегали они с львятишками по улице на каникулы. И вдруг вытащил он на велосипед косынку. Двадцать лет он провисел с сарайом под крышей. Ну, вытащил и начал ремонтировать. Ничего я не сказала ему. Думая, ну, повозится, повозится и да и бросит. Ремонтировать-то там было нечего. Весь проржавел, резина лопнула. Ребятишки пригадались, смеялись над ним, что такую ремонтировать. А он умер. Молчи о своем деле. И вот однажды появился он передо мной на этом ночище с маслом на велосипеде. Ты сам здесь в массе. Смотри, говорит, бабушка, какой велосипед-то отцовский стал. У меня в ерунке от небесы. Радость. И боль. Стало мне от ерунки и слов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова с памяти, с колокола, костыню, по салфетам, жернал, делали вам. Пока я живал, я их никогда не забуду, придет время Я расскажу все внуку, и если надеется рождение сердцем и разумом, то он поймет все, а как быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете, у меня редкий разговор, как дойти до сердца каждого человека. Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям, эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым и каждой каплей своей, скажи земля, спар, кормилица, ты держишь темно от твоей груди, ты кормишь всех людей в каждом уголке света, скажи, родная земля, скажи людям. Нет, Турганал, ты спаши, ты человек, ты выше всех, ты умудрее всех, ты человек, ты спаши. Спасибо. 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 Спасибо.